Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Итак, начинаю обзор или маленькое расследование последней сенсационной вот такой новости убийства Павла Шеремета. Сейчас только ленивый этим не занимается. Открыл Майл, смотрю вот тут все. За что, зачем, как убили. Все предлагают свои версии, но почему-то главную версию, как бы по моему мнению, обходят стороной. Давайте же мы в этой версии чуть-чуть маленько разберемся. Я открыл вот тут много, но это мы сейчас чуть-чуть погодя, а для начала откроем вот Шари, что нам говорит. Дал вот он интервью телерадиокомпании «Звезда». Давайте посмотрим. Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в интервью телеканалу «Звезда» рассказал свою версию, из-за чего в Киеве мог быть убит известный журналист Павел Шеремет. По мнению Шария, самого Шеремета убивать было не за что. Вот так вот Шарий, значит, думает. Сейчас расследуют, рассказывают о выдающихся расследованиях, за которые могла последовать расплата. 80% из этого высказывания людей, которые не следили за деятельностью Павла. Та же самая история с «Притулой». Предполагать, что кто-то ошибся, тот, кто мог заложить взрывное устройство так хитро, которое сработало через несколько минут, вряд ли мог ошибиться. И не значит, что на этой машине будет ехать Шеремет, а не «Притула», которую называют его гражданской женой. «Для того, чтобы в Киеве убивать кого-то, не надо взрывать в центре города, можно подойти спокойно и стрельнуть в голову из того оружия, которое очень много гуляет по рукам», заявил Анатолий Шарий. Вот, значит, он подчеркнул, что по мнению убийства спланированная акция, цель которой будущие выборы на Украине. Вот, значит, вот так вот Шарий полагает. Давайте откроем теперь, значит, дальше. Вот, радио «Свобода», которое пробивалось, пробивалось сквозь нашу циндуру в 80-е, в советские, короче, времена. Наконец-то пробилось, принесло нам свободу. Давайте посмотрим, что оно говорит. Так, 7.45, 16-го года, 20-го июля, в центре Киева была обзорная машина, ведущий телеканала общественного телевидения России, ОРТ, Павел Шеремет. Вот, значит, ту-трун-тутрун, все это, ля-ля-ля, траля-ля, убитого белорусского, украинского журналиста, веселого, доброго, вот такого вот, выдвигают, вспоминают. Начинают Михаил Соколов, вот тут говорит. Сегодня день для нас начался с трагедии. Убит Павел Шейн-Немет. У нас в студии политик Владимир Милов. По скайпу наш коллега с радиовести, эхо Москвы, Матвей Гонопольский. Вот этот кадр так вообще хороший человек такой, дай бог ему здоровья. За свой базар он, конечно, ответит. Киева, Минска, СКАЯ, Объединенная Гражданской партии, Беларусь, Анатолий Лебедько. В центре Киева взор на машина, которую вел автор сайта «Украинская правда» Павел Шеремет. Событие потрясло Украину. И дважды за день высказался по этому поводу президент Украины Петр Порошенко. Что же Петр Порошенко говорит-то по этому поводу? Мне кажется, это дело сделано с единственной целью – дестабилизировать ситуацию в стране. Возможно, накануне каких-то других событий, я требую для расследования создать оперативную группу. Интересно, что же он будет расследовать? Самого себя, что ли? Так. Что-то дальше нам пишут. Совершенно верно, точно так же произошло с Украиной. Я просто обращаю внимание, не каждый ведет утренний эфир. Вы знаете, что я здесь достаточный специалист. Это гонопольский так чешет. Я могу сказать, что вести утренний эфир тяжелее всего в том смысле, что он интерактивный. И тебе могут задавать любой вопрос. Если ты можешь ответить на любой вопрос, то ты не можешь вести утренний эфир. Ага. Вот какой он. Если он не может ответить на вопрос, он просто затыкает рот телезрителям, которые каким-то чудом дозваниваются до него. И все. Че там сложного-то? Так. Таким образом. Для чего я это говорю? Чтобы понять. Шеремет политическую жизнь Беларуси, России и Украины знал до тонкости. Конечно, знал. Если он там варился в этом котле. Сейчас я вам дальше покажу, где он варился и чем он занимался. Так. Ну, короче, тут бла-бла-бла. Какой он был замечательный. Какой был хороший человек. Ну, просто такой. Давайте же мы про него посмотрим в Википедии в нашей любимой. Чего она там нам пишет. Вражеская Википедия. Сдала она Шеремета с потрохами. Вот, значит, читаем. Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии Первого канала, в дальнейшем работал на общественном телевидении России. Так, значит, давайте. Обратим внимание, где он работал, когда работал. Значит, вот. Самое интересное, что я хотел, чтобы вы обратили внимание. Это и моя версия тоже, за что его убили. Поэтому мой ролик так и называется. Покопаться в офшорах. Обратите внимание. Окончив три курса, ушел с этого вуза и поступил на факультет международных экономических отношений Белорусского экономического университета. Дипломная работа, офшорный бизнес. И прошел полный курс обучения. То есть этот человек об офшорах знал все. Хорошо окончил университет. Дипломная работа. Далее. В 94-м... Ой, до 92-го года работал в отделе валютных операций одного из банков. Ну, банки-офшоры связаны напрямую. После стал работать консультантом экономических программ белорусского телевидения. Вскоре стал ведущим еженедельной аналитической программы проект Белорусского ТВ. В 94-м году Шеремецт стал автором ведущим еженедельной аналитической программы Проспект на белорусском телевидении. Был удостоен премии белорусского пенцентра имени Адамовича как лучший журналист Белоруссии. Вот, значит, с офшоров перешел в журналисты. Лучшим стал в Белоруссии. Видать, хорошо у него получалось в офшоры бабульки выводить. В 96-м Рагуботал главным редактором белорусской деловой газеты. В том же году он был назначен заведующим белорусским бюро общественно-российского телевидения. То есть, обращаю ваше внимание, 96-й год, Ельцин. Офшоры так и прут. Все нормально. Заведующий общественного телевидения, Первый канал, собственный корреспондент ОРТ по Белоруссии. И в это же время этот человек зарекомендовал себя как противник режима президента республики Белоруссии. Видать, батька там прочухал, что он пятерочник по офшорам. Ну и турнул, видать, его. Турнул, видать, его с Белоруссии. Надо было еще тогда его грохнуть, мне кажется. Так. Зарекомендовал себя как противник режима президента республики Белоруссии Александра Лукашенко в июле 97-го года после показа в эфире телеканала ОРТ репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе. Репортаж о контрабанде и о том, что между государствами фактически нет охраняемой границы. Был арестован сотрудниками силовых структур республики Беларусь по обвинению в незаконном групповом пересечении государственной границы. И приговорен к двум годам лишения свободы. Ну вот ему доказали, что граница есть. Два года получил. А то говорил, что... Что он тут говорил? Сейчас давайте посмотрим. Репортаж о контрабанде и о том, что между государствами фактически нет охраняемой границы. Ну вот тебе два года за это и получи, раз ее нет. Провел в тюрьме в общей сложности три месяца. Был депортирован. Российский период. Вот это самое главное. В 1998 году Шеремет начал работать за специальным корреспондентом программ «Новости и время». Дирекции информационных программ ОРТ в январе 1999-го занял пост шеф-редактора российской и зарубежной корреспондентской сети дирекции информационных программ ОРТ. Был ведущим еженедельной аналитической программы «Время». Ну, короче, поперло у него. Все нормально, денежки пошли. Зарплата, сами понимаете, там огромные. В феврале и марте 2000-го года Шеремет является автором и ведущим воскресенье информационной программы с Павлом Шереметом на ОРТ. В марте 2000-го, за две недели до президентских выборов, обратите еще раз внимание, за две недели до президентских выборов, то есть понял, что сейчас придет наш президент и начнет их там в хвост и в грибу, что, собственно, и происходит. Покинул программы в связи с конфликтной ситуацией, сложившейся в отношениях с руководством, оказывающим на него давление. Вот, понимаете, да? Как только батька наш президент пришел к власти, так сразу все, прекратились оффшоры, выводы все прекратились, бабла. Сразу понял, что надо рвать когти. Ну и так далее. Вот за что грохнули Павла Шеремета, о чем, собственно, и написал. Вот тут одно издание написало. Вот тут вот. Но как-то мельком это все и незаметно, и больше об этом никто не вспоминал. Вот, значит, Украина 112, сайт. Вот она. Павел Шеремет в последнее время занимался расследованием офшорного скандала. Известен своей жесткой позицией по коррупции. Не был приближен никому из известных политиков. То есть, занимался расследованием офшорного скандала, в котором сам он варился. Долгое время об этом он знал. Все. И мог рассказать, естественно, очень много. Как было в России, как было в Белоруссии. И что было. И что было и есть на Украине. Вот, пожалуйста. Вот вам и правда про Павла Шеремета. Заткнули его, чтобы лишнего не сболтнул. Ну, собственно, на этом я донес все, что хотел вам сказать. А вот кто его грохнул, это уже другой вопрос. Раз он по всем трем странам бегал, везде нарисовался. Я думаю, если один человек занялся каким-то делом, он этого дела не бросит. Тем более, что оно приносит огромные гонорары. А так, как журналист, то он был так себе. А вот как офшорный деятель. Вот это да. Ну, ладно. До свидания. Смотрите, интересовуйтесь политикой, историей. Может быть, когда-нибудь это вам пригодится. До свидания.